Привет из прошлого. С 12 по 14 марта на ВДНХ Экспо прошла 22 международная выставка аттракционы и развлекательное оборудование Раппа Экспо 2020. Около 200 компаний из разных стран мира, включая 3 компании из Китая и 11 из Италии, представили в павильоне номер 75 новинки индустрии развлечений. И там действительно было на что посмотреть. На входе меня встретили детские аттракционы, макет колеса обозрения, а также Человек-паук и его альтер-эго. Огромные надувные горки-батуты расположились в конце зала, на некоторых можно было покататься. Сначала я расскажу, за что зацепился мой взгляд, а потом будет нарезка остальной части выставки. Мини-танк Т-34. Изначально я хотел сказать, что это очень классная затея, но главное не использовать такие танки на праздниках типа 23 февраля или 9 мая, а потом узнал, что это действующий аттракцион в парке Сокольники, сделанный специально к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Два круга стоят 500 рублей. Кстати, они получили золотую медаль за лучшую экспозицию на выставке от президента РАПа Гнездилова Владимира Алексеевича. Того самого Гнездилова, чьи аттракционы и колесо обозрения раньше стояли на ВДНХ, и которое новое руководство выставки вышвырнуло с территории. Динамический VR-аттракцион-парашютист. Специально разработанная платформа подойдет для тех, кто не готов прыгнуть с парашютом в реальной жизни. Выпрыгиваешь из самолета, тебя обдувает ветром. Здесь главное вовремя раскрыть парашют и удачно приземлиться. Хотя никакая ошибка не станет фатальной. Игру всегда можно начать сначала. Пушка-гаубица, сделанная на основе моделей пушек времен Второй мировой войны. Уникальный аттракцион виртуальной реальности сделан из настоящей стали, имеет только механические элементы и весит более 400 килограмм. Возможен не только ПВЕ, но и ПВП режим. Также для любителей пострелять был доступен не только обычный тир, но и несколько виртуальных. Варианты как для детей, так и для взрослых любителей охоты. Пока я ходил по выставке, каждые несколько секунд откуда-то раздавался гудок. Но я даже представить себе не мог, что это был за аттракцион. К сожалению, я не могу показать большую часть этого ужаса, так как видео могут заблокировать. Скажу просто. Если вы смотрели фильм «Поворот не туда», то это точь-в-точь домик уродов-людоедов. В доме висело несколько картин с датчиком движения, при приближении к которым милые люди превращались в монстров. После такой гадости нужно было срочно посмотреть на что-то красивое. И мне очень удачно попался на глаза стенд, два стенда, и я в полугла прослушал рассказ про 30-ти метровую эйфелеву башню для вечеринок. Помимо игровых аттракционов, здесь размещались стенды, представленные детскими игровыми комплексами. Это не та аляпистая бескусица, которую мы видим в каждом дворе. Здесь действительно было из чего выбрать и на что посмотреть. Эх, сюда бы нашего префекта за ручку привести. Перед выходом мне предложили пострелять из лука в виртуальной реальности. Но, к сожалению, перестал работать один джойстик, и я как дурак стоял перед орками с одной стрелой в руке. Грустным я побрел к выходу и по пути встретил робота, который предложил мне несколько граммов радости. Сэр, давай меняться. Ты не полпила своей грузки, а я тебе 300-400 грамм своей радости. Грамм? Ты знаешь, что за два грамма могут посадить? Иногда я тоже задаю себе подобный вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая была эта выставка Раппа Экспо 2020. Если вам понравился сюжет, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА